Дэй, расскажите, как самочувствие и состояние сегодня перед вылетом, как сегодня прошла тренировка? Самочувствие у нас хорошее, сегодня привели стандарты, настроение у ребят нормальное, рабочее, все предвкушения игры с Киргизией. Расскажите, вот мы наблюдали, у вас было одно из упражнений с большим таким желтым мячом, это что-то вроде догоняло, как правильно называется, ничего. Ну, это так, чтобы, может, поднять настроение в команде, повеселиться немного, местами это необходимо, я считаю, и поэтому сделали такое упражнение. Впереди вот матч с командой Киргизией, насколько оцените соперника, наверное, учитывая, что играли на сборах с молодежкой в прошлый раз, наверное, 100% лучше, чем с молодежкой. Ну, я согласен, конечно, лучше сыграть с Киргизией, чем с молодежной командой, и о сопернике я, к сожалению, мало чего знаю, но тренер показывает нам нарезки с моментов матча этой команды, и мы потихоньку изучаем эту команду. Что вы успели узнать в тактическом плане, как они играют, да, мы узнали, мы узнали, по каким схемам они предпочитают играть, и, ну, конечно, сейчас я не буду говорить все нюансы, которые нам сказал Валерий Георгиевич, но о сопернике уже имеем кое-какое представление. Много разговоров о том, что вчера об этом тоже обсуждали, что Россию отстранили от Евро, у тебя это ожидаемо было, и как вообще восприняли эту команду? Для меня лично это было ожидаемо, сейчас непростая ситуация в стране, в мире, и все шло к этому, то, что нас отстранят, продолжится эта дисквалификация. Восприняли нормально, совершенно нормально, никто не удивился. Как насчет непростой ситуации, получается, часто о футболе думать, не отвлекаться, эмоционально вкладываться именно в футбол, потому что много новостей, много сложных новостей. Да, сейчас такой информационный фон, но мы все-таки профессионалы, должны прежде всего думать о своей работе, тренироваться, играть, а что будет, это уже, к сожалению, от нас мало что зависит. Появилась новость, что Малком и Клаудиньо, российское гражданство, как отреагировали? Вы, учитывая, что с ними в одной команде? Да, сначала я не поверил, я посмеялся, я думал, они шутят, прикалываются, но оказалось, что это действительно правда, и только я не знаю, они получили или получат, подробности я не знаю. Как вы думаете, зачем в сборной? Вот Карпин сказал, что вроде как они играть не смогут в сборной России. Я правда не знаю всех этих деталей, зачем они получили, но это нужно у них спрашивать. Ну а вы хотели бы с ними в сборной еще играть по нему? Пригодились бы они в сборной России? Олимпийские игры, так что, конечно, это усиление для сборной, если их, ну, если они смогут играть за нас. А не знаете, может какие-то другие регионеры Зенита тоже теперь об этом подумают? Пока только два образа. Я правда не знаю, я не спрашиваю у ребят. А как, кстати, Малком и Клаудиньо интегрируются в российскую жизнь, то есть насколько они там мучают русский, как им вообще, как они отзываются, какими местами нравится Митербург, то есть насколько они вот... В Брусселе. Раз они недавно продлили контракт, значит, им здесь все нравится и в разговоре со мной они много раз говорили, что им нравится Петербург, нравится чемпионат, команда и я вижу то, что они, можно сказать, счастливы и это хорошо для команды. Насколько сейчас в условиях санкции стоит собираться, насколько важно проводить сборы для сбора России и для самой команды? Я думаю, что это важно, так как последний раз мы собирались полгода назад и для молодых ребят это... Очень такой опыт, который пригодится им в последующем, ну, уже в турнирах, когда начнется отбор, когда нас допустят до квалификации, например, и уже у них будет некий опыт за спиной и это, конечно же, им пойдет на пользу. И я считаю, для страны важно показать то, что сборная есть, она собирается, тренируется, она играет.